пока жарятся шашлыки у нас есть время записать ролик прямо сейчас находимся в городе киев украина и это странно я не ожидал этого но здесь находится вот кемп команды инсилия есть такой ютубер как рэйчел ксго и у него есть контент где его команда прибивается в топы так вот они сейчас решили сделать bootcamp приехали в киев потому что это удобная позиция для всех ну и плюс здесь хороший пинг ну а куда еще киберспорт это саки в итоге прямо сейчас олег уже здесь и мы с ним поздороваемся олег расскажи пожалуйста это твое первое присутствие в каком-то ролике другого канала для да олег рэйчел тюрькаев сэу фаундер ютюбер звезда миаса и топ-2 самых спокойных стримеров в снг которые любят чай так что ребят запоминайте это первый ролик где олег не на своем канале так домик огромный домик я уже прошелся по нему расскажи пожалуйста сколько он стоит в месяц вообще по идее 3000 долларов но нам по скидке сделали две тысячи долларов наверное потому что не могли больше никто ничего снять поэтому на за 2 узи какой фидбэк вообще все хорошо с ним ну мне кажется даже излишняя площадь какая-то просто безумная три этажа хотя для шести человек наверно подходит да мы прогулялись немножечко и там просто есть комнаты которые не используются вовсе подземка парковка это квадратов наверно 40 просто не используемого помещения ладно давай прогуляемся немножечко по домику и поздравимся с каждым темой этого команды да олег у нас сразу же обзор кроссовок давай посчитаем у кого самые элитные кроссовки я считаю что у меня у тебя у меня самые классные кроссы nike air не знаю какие какие-то они стоят десятку тысяч девять вроде ну слушай прямо модных здесь особо и нет а вот и твой тренер да слушай мне кажется ли вы не используете игроков не под значению тренер добрый день вульф роман вульф михайленко тренер команды аналитик комментатор новатор закончил 224 школу в киеве кассел ладно давайте поздравимся с вами тамерлан кассел гераев арифлер второй снайпер один из самых удачливых людей в этой команде я был с ними два дня и два раза подряд тамерлан был на грани но ты выжил бро я очень рад за тебя кстати видите что это такое прошлой встрече с ним он чуть не умер опять почему у тебя такие невезения что-то можешь вспомнить из детства может быть какие-то были моменты гады ели как выжил я думал когда я на свадьбе стрелял ты стрелял на свадьбе я кого-то может воздухе подбил там летел на параплане какой-то человек окей ты с какого оружия стрел заходим в огромную гостиную просто три этажа потолка ну тут метров 10 добрый день малкис михаил малкис шульгам снайпер стоит ли мне объяснять почему пари матч это титульный спонсор команды я думаю нет все говорят о том что ты очень похож на мистера девайса сейчас у вас будет фотка сравнения скажите пожалуйста что ты потерял украине я получается подумал есть команда не а есть команда инсилио я просто взвесил нормально на весах и выбрал команду которая в будущем будет намного при перспективе фабен добрый день игорь фолбен доценко рифлер опорник как у него написано у самого в контакте статусе иногда убиваю людей для инсилия чем вы занимаетесь сейчас скажите пожалуйста как зовут этого персонажа никита дайте что это за них дружище придумал как-то случайно получилось давай здорово рука мокрая в рот никита даты зиганьшин капитан команды человек который удалил мною опубликованную рекламу за бешока у себя в паблике никита верни и пожалуйста почему-то выбрал именно мыть посуду я вижу сегодня твой рабочий стол и твою кровать обясните пожалуйста что это такое зачем это делать это что как короче в каждой команде есть клоун этот клоун стопроцент прыгала сюда туда кто это был все так вас команда клоун как сказывается игровая деятельность на личной жизни вопрос сразу ступор игровая деятельность но личной жизни вообще нету просто ну как ну как у всех игроков уделяешь время игре каким-то еще своим хобби делам и типа но личная жизнь она как бы отвлекать будет то есть надо что-то там наш поделать где-то что-то добиться там игре где-то может медиа в какой-то пространстве чего-то добиться и потом можно этим заниматься конечности повезешь и подфартит так личная жизнь подвернется то окей но это тоже ну типа кому повезет кому как была ли у тебя девушка на было у меня нет личной жизни где нет девушки она есть но моя деятельность забирает все мое свободное время вообще без остатка я просыпаюсь и я думаю только о том что нужно сделать сегодня это 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 потренироваться по стримить сделать текст для видео сделать видео сделать еще что-то ответить там где-то и так далее мне остается максимум часа ну час наверное от силы на самом деле нормально мне кажется можно найти время для личной жизни если правильно совмещать какие отношения у тебя с девушкой мне девушка большая часть и негатива потому что она больше времени уделять игре ну и конечно же времени на всякое личное предпочтение уходит на второй план девушки нет нет ну на самом деле с какой стороны посмотреть то есть надо смотреть общение с девушкой да на самом деле вот именно на игровую деятельности особо никак не сказывается потому что ну смотря какие еще девушки не знаешь к есть которые понимают которые нет и бывает такое что требуется слишком много внимания и вопроса не хватает знаешь второго внимания но на компьютерные игры вот наконец то же самое да потренироваться там еще что-то вот а так по факту вообще никак не сказывается то есть я также сам успеваю на тренировке сам тренируюсь играю матчи там ну все в порядке на самом деле ну никаких проблем на самом деле вот сейчас не ощущаю какие у тебя отношения с родителями с родителями отношения хорошие последнее время больше и все больше и больше начинают меня поддерживать интересуется чем я занимаюсь но все в этом дух на самом деле отношения с родителями у меня всегда были хорошими но всегда были вопросы по поводу моей деятельности вот постоянно были вопросы потому что для них успешная жизнь это когда у тебя есть хорошая работа с зарплатой когда понятно откуда у тебя появляются доходы все в таком роде на самом деле облегчилось все когда у меня появилась первая зарплата вообще вот именно первая зарплата тогда все облегчилось обмягчилось и ну ко мне по-другому начали относиться понятно было что я начал как будто бы работать и с того момента именно все стало легче но в любом случае очень трудно объяснить чем ты занимаешься на самом деле вот по крайней мере сейчас у меня хорошие отношения с родителями но сейчас когда я зарабатываю деньги на еще просто параллельно учусь типа и как бы на двух стульях морская сижу вот я учусь такие на той специальности на которой ты учился или учиться реклама и связи с общественностью реклама связи с общественностью ну как учусь я типа прихожу там сдаю сессию где-то там что-то это ну не прям идеально учусь ты же учусь просто чтобы как бы можно числиться но все равно учусь вот и ну плюс еще играю получается это какой-то заработок и они к этому принципе нормально относятся то есть но их главное что нет не требует это чтобы я получил образование просто ну такая шоссе русская немножко тема они смотрят твои игры не слушай мне кажется их негде смотреть я у меня брат смотрит у меня брат смотрю у меня брата он фанат короче игры есть игра rainbow six each от юбисов типа тоже соревновательного то там играет типа тоже там хочет что-то как бы тебя добиться все дела вот я бы там отдаю свой девайс и монитор 44 герс вот он типа смотрит а семья не особо хорошие отличные они поддерживают меня полностью я достаточно часто вроде на стримах это говорю то что у меня только мать и бабушка и на самом деле прям хорошие отношения только с бабушкой но они не настолько прям близкие что вот прям чтобы каждый день созваниваться или еще что-то я достаточно очень замкнутый человек даже в плане общения с родителями то есть ну там максимум раз в неделю привет как дела и и все на этом все заканчивается они следят за тем что ты делаешь как они бывают на твоих стримах ну бабушка смирилась я все-таки достаточно много времени с ней жил и параллельно вот этим всем занимался она слышала там эти оры бешеные и так далее но и как бы было все равно а мать но она начала последнее время только так более-менее следить она вроде как знает что у меня канал она там пару раз смотрела стримы что-то мне советы давала типа здесь не надо материться там вот это вот все но я не прислушиваюсь из-за того что отношения не настолько близкие мне по сути эти советы ничего не дают у каждого твоего тиммейта есть паблик вконтакте у тебя он тоже был но сейчас он удален в чем дело я его не совсем удалил я просто удалил туда все посты и сам вышел из группы мне кажется как не это грузит во-первых сильно потому что я считаю что люди должны как бы подписываться следить когда есть результаты какие-то когда что-то показываешь хорошие качественное но когда по сути это ничего не добился и люди подписываются там особенно меня сильно но не то что бесит просто мне нравится когда мне просят расписаться вот это меня прям сильно и я вот ну с другой стороны думаю ну за что типа за что я должен расписаться там но что я такого сделал вообще зачем я должен свою группу вести зачем типа за ну за мной следить пока ничего не добился вот с этой точки смотрю вот неплохо вы кушаете чем вы питаетесь что мы кушаем вопрос весьма интересный здесь есть гречка здесь есть омлеты курочка салат когда-то был ну и так по мелочи я понял сырники мне понравилось сегодня кстати у них не повар да у нас не повар а кто вас мишина девушка готовит зарабатывает макет почему готовит твоя девушка ну мы подумали что надо как-то обживаться на интеллию то есть команда для меня мало поэтому подумали что в будущем если ли у конечно понравится кушать то мы можем ресторанчик открыть кафешечку там и пойти дальше уже стоимость повара мы который будет проходить раз в неделю два раза в неделю у вас на экране сколько вы платили 30000 рублей мы тратим на на самого повара получать сколько мы платим и 50000 рублей в месяц мы тратим приблизительно на еду 80000 рублей уходит на это все сравниваем расскажи пожалуйста я видел что там протеин немножечко конечно расскажешь свою методику как ты качаешься я видел у тебя посты у тебя постоянно посты про то я качаю три раза в неделю спина с грудью руки отдельным днем плечи ноги отдельным днем употребляю протеин какого-то непонятной марки я приехал в украинский спортивный магазин и сказали это самый хороший скорее всего наебали креатин хороший в своем городе это какой пил тоже какой-то который посоветовали скорее всего тоже наебали какие может ждать советую как у тебя это получается то есть у тебя форма есть как бы ты это не говорю совет любите маму кушайте гречку немножечко куриных грудок я думаю все будет хорошо отлично отличается ли твое питание от всех других особо я просто больше ячика вы ну и протеинчик и все в остальном но я единственно что наверное единственное кто овсянку хавает мне это наверно только мне ее и готовят и кто-то и больше здесь нет и все депрессиям отсутствие желания играть у тебя было такое нет ты такой постоянную на морали не она бывает там мимолетная ну короче считаешь что нет если в году 365 дней сколько это неделю году 50 52 недели в году или 54 ну даже дура где-то допустим 52 недели в году это как сто процентов из них шесть недель у меня хорошее настроение у меня вайп я прям хочу играть и так далее все остальное время у меня полная апатия я не знаю что делать потому что типа мне нравится играть в кс но в последнее время меня очень сильно убивает то что у меня команда то что мне нужно что-то снять на youtube что нужно постримить и так далее вот именно слова нужно я перестал играть ради удовольствия но достаточно скоро я думаю это изменится инсайдики обращался ли ты психологом да парочку раз какой фидбэк они отдают ну он мне рассказывал о том что типа просто расставь приоритеты что для тебя важнее я выставил для себя приоритет так что для меня важнее команда ну прежде всего команда и лишь на втором месте у меня идет youtube свечом и третье место это мой индивидуальный скил но этот индивидуальный скил я хочу быть стримером и ютубером не просто который там что-то разговаривает о чем-то постоянно говорит 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 я хочу быть ютубером который прям реально ну разбирается в игре и хорошо играет для того чтобы люди могли зайти на стримы такие да он неплохо неплохо он хорош вот я таким хочу быть но из года в год этот прогресс слишком медленный потому что я какой-то как это сказать слишком обычный во мне нет ничего абсолютно такого как это называется таланта что ли вообще нет таланта абсолютно и поэтому мне очень все тяжело дается и прогресс медленный вот этот да было на самом деле я скажу честно это было примерно вот до буткемпа который вот у нас есть где-то за два месяца возможно за три месяца до него получилось это из-за того что я не видел результаты знаешь какого-то вот именно вот к ты вот видишь как у тебя медленно все идет вверх но ты не видишь резкого подъема и из-за этого очень сильно начинаешь переживать потому что кажется что ты делаешь недостаточно начинаешь делать больше больше вы матуешься из-за этого чувства как будто бы ты не можешь выложиться на полную и очень трудно выбраться из этого состояния также это очень сильно давит на именно на моральную составляющую и ты сидишь и не можешь понять от чего ты ну не веришь сам в себя и вот такое на самом деле очень сложно перебороть и буквально вот буткемп стал именно причиной того что я смог перебороть это все. Я начал снова же таки поверил в себя, почувствовал, что такое на самом деле вот эти победы, все в таком роде и сейчас вот на самом деле чувствую себя хорошо. Да, у меня бывает, у меня бывает такое, но я ну как бы перебариваю это, я просто изучаю немножко психологию, там читаю, что-то какие-то видео смотрю, вот. Бывает такое, особенно знаешь, когда поражение какие-то, вот что-то такое, типа тоска, но потом просто проходит это, просто надо это как бы принять, типа переварить и все окей будет. Да, конечно, я больше скажу регулярно, потому что я человек, который зависим от погоды и вообще от внешних факторов, и особенно когда перегораешь игрой, то пропадает желание не то что играть, а вообще ничего делать, и эта проблема на самом деле очень сильно влияет на меня. Скажи свою худшую черту в характере. Худшую черта характера? Лень это черта характера? Да. Ну лень, наверное, то есть у меня есть лень, но при этом, а, ну еще может быть неуверенность в себе, это не знаю черта, это психология уже больше. Да. Ну короче, вот лень, я бы освоил неуверенность, то есть я на самом деле вообще себя жестко занижаю во всем вообще, а потом, ну то есть я смотрю на других, сравниваю и осознаю, что ну не настолько я типа плох в этом, в чем это вообще в любом, в любой вообще вещи, понимаю, что да нет, ну ты чересчур себя реально занижаешь, ну и лень, типа ленюсь, как бы все такое. Дотошность. Вот я лично считаю, что вот у меня это дотошность, то есть я постоянно кораблю себя от того, что я там, например, не могу потренироваться какой-то день, я очень начинаю загоняться, когда я какой-то один день не смогу играть, я уделил его, например, на отдых. Мне кажется, что я вот день просто пустил вот, ну буквально в унитаз, из-за этого я очень сильно начинаю на себя нагонять и из-за этого тренируюсь еще больше, больше и больше. Так же самое это отображается в некоторых других вещах. Так это не худшая черта характера? На самом деле, то есть я это, на самом деле, вот я считаю, что это как раз таки худшее, потому что я заставляю себя из-за того, что я пропустил какой-то день, я на себя нагоняю и морально себя подавляю из-за этого. То есть я вот это как раз таки и приводит к тому, что я вот часто бываю в депрессиях, потому что мне кажется, что я недостаточно делаю постоянно, каждый раз недостаточно и давлю на себя этим. И со временем это заставляет именно потерять уверенность в себе. То есть ты просто не веришь в то, что вот ты справишься с какой-то там стеной перед собой. Вот это вот такое вот неприятное чувство. Мне кажется лично, что это как раз таки черта характера, которая не у всех, и она как раз таки делает людей сильнее. Каждый день ты себя делаешь лучше. Ну, если смотреть, ну, смотря с какой стороны, наверное, присмотреться. То есть как человеку со стороны, возможно, тебе вот именно такая вот точка зрения. А лично вот я на себя смотрю, и мне кажется вот это вот проблемой. То есть то, что я не могу, я не могу позволить себе слабость. Вот так вот я на это вот смотрю. То есть я не терплю того, что я там не могу что-то сделать. Вот такого рода. Ну, меня прям начинает телепать от этого. Не нравится. Худшая черта – это, наверное, лень сто процентов. Лень и перепады настроения. Прям чтобы худшее я бы не сказал, но я бы к этому отнес в черте характера ментальные проблемы. То есть меня очень сильно легко вывести, сбить с толку. То есть условно, если я выйду из зоны комфорта, то мне тяжело будет в нее войти потом. И это очень сильно сказывается на моей игре. И я сейчас, особенно во время буткэмпа, пытаюсь очень сильно над этим работать. И мне с этим помогает тренер, конечно. Тильт. Я не могу. Я прям сгораю моментально. Буквально две минуты что-то происходит так, что меня не устраивает. Все. Меня не вытащить оттуда. Ничто не помогает. Это у тебя было с детства? Да. У меня всю жизнь так. Может, у тебя какое-то расстройство? Возможно. Я не знаю. Да. Не обращался никому по этому поводу, кроме психолога. Ну, психолог – это надо прям очень глубоко, мне кажется, туда лезть в башку. Там надо прям какие-то курсы проходить и прочее. Психолог, он мне так просто расставит по полочкам что-то, объяснит какие-то вещи, которые я головой-то понимаю, но типа я не могу потушить внутри себя огонь, когда что-то идет не так. Ну, ничего не поможет. Мне кажется, только таблетки пить. Ну, это такое. Ты не пробовал пить таблетки и играть в игры? Не, спасибо. Пока не дошел до этого. Думаю, скоро зайду. Ну, мне кажется, это хорошее было решение. Ну, не, я не хочу на таблетках сидеть. А здесь кто-то вообще бывает? Да, Рома и Олега Довейна. Да, это моя феверит. А сколько у вас всего санузлов? Три. Три санузлов. Ревизоры. Никита. Ты говоришь, что любишь, когда все чисто. Никита, я сейчас буду проверять частоту. Ревизоры, я как-то... Это не я. Ревизоры. Нет, честно... А, бровь, что я там? Бровь. Я не знаю. Не снимайте камеру, уберите. Дружище, я думаю, что есть смысл помыть сейчас. Да, на самом деле, есть смысл. Но, честно скажу, за этим туалетом сижу не я. А кто следит? Есть ответственное? Я, я, я. Вот эти два. Хорошо, хорошо. Никита, тогда мы сейчас посмотрим на твой туалет. Вау, он розовый. Идеальный туалет. Вот это, смотрите, вот этот уголок, вот это я не знаю, кто оставляет. Вот эта вся часть. Это ужас просто. Вот видите, я вот, например, сходил, потому что мылся и сразу тут убрал. Видите, чистая. Чистая. А, так, первая комната. Так. Дружище. Да. А ты знал, что сегодня съемки? Нет. Меня подставили. Официально угодно все. Почему она не убрана? Она... Ты хотел все по-настоящему? Да. Зачем? Зачем? Конечно. Ну, в целом, здесь нормально. Ты один же здесь живешь, все по кайфу. Да. Да. Если что, они все живут раздельно. Но в какой-то момент вы поймете, что здесь кибербурит Олега. Чуть позже. У тебя здесь сразу выход на балкон, и это просто шикарно. Дом реально большой. И столько квадратов не используется. Это можно вообще использовать как отель. Кошмар. Дом реально большой. О, а вот и другая квартира. Всем привет. Так, Малкес. Что находит? Слушай, так у вас одинаковый порядок, у вас одинаковая частота. Все то же самое. ДжБЛ, колонка, это... Специально шабмузочку, слушай. Так, пластыри. Пластыри, крем для рук. Аллергия дается себе знать. А на что эти аллергии? На стресс, на сладкое, на сахар. На стресс? Да. Вау. Это страшно. Это неприятно. Я бы даже так сказал. Заходим. Это что за СССРская комната? Ты моя? Я, блин. Я же в СССР. Ты единственный... Так, смотри. Ну, если говорить про беспорядок, здесь у тебя самый настоящий беспорядок, Никита. Никита, человек, который говорит про чистоту, не должен иметь такую комнату. Нет. Смотри, тут у меня все четко. Вот тут носки, вот тут грязные вещи. Аккуратно. Белые вещи валяются. Ну, типа они в углу, короче. Вот книги. Книги. Читаю. Угу. Борис Эдитвак. Семь шагов стабильной самооценки. Артур Шопенгуайр. Книга сделца, дружище? Что? Так вот как инсилия продвигается, да? Да. Вот. Молодец. Так, следующая комната. А чья эта комната? Тамерлана. Слушай, я боюсь сейчас заходить. Мне кажется, здесь будет... Здесь, ладно. Так. Заметьте ручки. У него единственный есть гардероб. Да. У него самая богатая комната. Самая богатая? Выбивали сегодня комнату. Он закрылся и не смог выйти. Да, да, да. Ух, ебать, ты шарушку нормально пробил, блядь. Может, Петер, так руку приложи, я с тобой. Ну что, как? У Мерланчика все хорошо. Так, ну кровать... Единственный человек, кто убирал свою кровать. Каждый день убираю. Да. Ну... Я не знаю, с чем это связано. Без понятия. На какой тир вы сейчас играете? После тир-3 уже там нету тиров, мне кажется. Ну... При условии того, что даже со мной в составе мы обыгрывали команды, которые были типа там топ-100. На пике мы обыгрывали топ-60 команды, да. Мы даже один раз с сенцами играли. По сути, мы должны были их выигрывать. Хотя они и были в плохой форме, но это все равно тир-1 команда. И мы должны были их обыграть, но не обыграли. Дно тир-3. Самое-самое дно. Максимум. Если без меня в составе бы они играли, тогда бы это уже другое было, конечно. Поднимаемся на третий этаж. Я в шоке. У них откуда деньги на такой дом? Кровать Рэйчела. И, ребят, если вы не знаете, что такое кибербуллинг... Вот он. Он спит у балкона. Он спит, когда они играют. Дружище, это кибербуллинг. Что ты сделал? Ты им оплачиваешь жизнь, еду. Жизнь. Я решил то, что... Разве это жизнь? Пусть молодежь спит в отдельных комнатах. А дед так перекантуется на нарах. Но как иначе? Все для молодежи. Лишь бы играли хорошо. Ну, насчет игры. Давайте посмотрим, что у них тут есть. Подожди, а ты где спишь? Ты здесь спишь? А, так вы... А он здесь спит. Вы дали реально дорогу молодым. Окей. Ну и сейчас самое интересное. Это компьютеры. Какое там железо? Процессор А9... Динос 9-0-0, да? Да, да. Динос 9-0-0. Видюхит 2080 супер. 32 гб. Оперативочки. Ну и все. По сути, это, мне кажется, все, что нужно знать. Ну и создешники самые простенькие. Легко было попасть еще в Украину? Нет. Мне кажется, украинцам было бы легче попасть в Россию в тысячу раз, чем нам. Нам нужно приглашение. Нам нужно страховку от коронавируса и просто еще страховку на время пребывания тут. Билеты сначала из моего города. Ну и вот еще для двух людей. Из наших городов в Москву, из Москвы, в Прагу. Или куда? В Варшаву. Из Варшавы сюда. В то время как для киевских все было бы гораздо проще. Они бы тоже прилетели в Варшаву и сразу бы в какой-то город и все. Все бы ничего, но эта вся бюрократия не заканчивалась. Были еще и настоящие проблемы. Переезд был и перелет очень долгий. Можешь рассказать вкратце, как вы добирались из-за непогоды? Рейс задержали сначала в Москве. Нет, в Москве мы нормально вылетели, но уже дождь накрапывал. Потом мы прилетели в Варшаву с опозданием на полчаса. Мы думали, что не успеем. Добегаем до этих терминалов, до всех дел. Дождь еще усиливается. Рейс снова задержали на час. Мы вроде как вылетели худо-бедно из Варшавы в Киев. Летим-летим и не садимся. Я понять не могу, почему мы не садимся. Самолет шатает. Грозы какие-то, как в фильмах апокалипсиса какого-нибудь. Сесть никак не можем. Не садимся, не садимся. Я понять не могу, что такое. Нам говорят, что нас разворачивают обратно в Варшаву. Мы вернулись в Варшаву, еле-еле сели. Самолет когда садился, его уже позаносило немного. Потому что дождь был вообще какой-то безумный. Короче, мы вышли. Нам сказали, все хорошо. Типа, для вас будет выделена гостиница. И ваш рейс просто перенесут на следующий день. Его реально перенесли. Но так как у меня, у Касла, еще там у пары человек не было шенгена. Нас отправили просто в аэропорт. Мы сидели, ну, спали на полу, грубо говоря. Наверное, Касл из-за этого заболел. Он две недели хворал потом. Все, этот самолет отправили без нас из другого терминала. Нам еле-еле намошнили билеты до Одессы. Мы прилетели в Одессу. Все было хорошо. Ну, типа, прошли все эти проверки, все дела. Через шесть часов был полет в Киев. И из Одессы снова пошел дождь. Нас снова задержали на час. Но мы, вроде, все-таки более-менее добрались до Киева. Как думаешь, это все из-за того, что ты летел с Каслом? Ну, вряд ли. Мне кажется, его карма и моя карма пересеклись. Ну, главное, вы добрались. Ну, да. Ну, мы должны были потратить четыре часа в дороге, а потратили сорок. Как ты тратишь деньги? Хранишь их? Да, я храню деньги. Где? Короче, храню деньги и вкладываю их. У меня есть акции. Ну, по акциям, типа, инвестиции небольшие. Ну, не так, не сказать бы, что много. Но, короче, деньги особо я не трачу. То есть у меня, ну, там, я иногда что-то покупаю, себе там, какую-то одежду, там, что-то еще. Но сильно, ну, стараюсь откладывать. То есть у меня сейчас в конце года определенная сумма накопится. И, может быть, я что-то куда-то их вложу. Прям крупная сумма. Ну, нормальная, короче, сумма хорошая. Вот. Сколько ты отложил? Можно сказать? Да. Ну, я скажу, ну, скажу так, пару тысяч баксов. Ну, меньше десяти. Вот. Пару тысяч. Пару тысяч. У меня медицинские всякие акции. Там связанные с, как раз таки сейчас, ну, коронавирусом, все дела. Вот. Я на самом деле не помню, честно, название. Вот. Ну, а такие популярные, типа, Apple, McDonald's, там, всякие и так далее. Я думал брать, но на самом деле нет. Ну, Intel, AMD я немного слежу, потому что компьютер связан. Там выходили новые процессы, AMD, Intel. Вот. Сейчас думаю, буду, наверное, может быть, Intel возьму парочку акций. Ну, так, знаешь, я поверхность соберу. Особо прям пока еще не сильно разбирался в этом. Какая сумма у тебя в инвестициях? В акциях? Да. Ну, около, может быть, 700, может, косарь баксов. То есть небольшая сумма такая. А вложил сколько? Вложил. Ну, у меня было 400, наверное, 300 баксов. Только уже 300 баксов? Ну, X2, короче, да, да, да. Круто. На медицинских часто акциях непопулярные, просто смотрел. Там они дропались, покупаешь и все такое. На самом деле вот деньги у меня достаточно такая щепетильная тема, потому что определенное время, когда вот у меня был хороший доход с вот с игр, там, со всего остального, вот там, я там играл в турниры и все остальное, получал деньги. У меня в один момент, когда я познакомился с париматчем, были особенные проблемы с этим. Потому что я понимаю, там, знаешь, азарт, все дела. И вот когда ты вот в это все окунаешься с головой, вот ты вот тратишь деньги на это и достаточно большие суммы. И в какой-то момент я понял, что я, ну, я трачу деньги такие, которые я мог бы потратить на что-то другое. Вот, например, сейчас я трачу вот в большем случае себе на еду, на девайсы те же самые, на вещи, которые вот мне нравятся, отдохнуть так же само, пойти и сходить куда-то. И часть все-таки денег я отдаю родителям. То есть я, я показываю им то, что вот я зарабатываю и что я, если что, в будущем, то есть смогу их поддерживать в любом случае. Вот для меня вот это было одной из целей вообще в будущем. То есть, чтобы я мог спокойно обеспечить своим родителям спокойную старость, да, чтобы они могли себя спокойно чувствовать. Вот это одна из, вот знаешь, из мечт и из целей. Вот на данный момент. Ну, у меня основной расход моих денежных средств уходит на квартиру. Я снимаю квартиру, я учусь в городе Киев, в Киеве. Я сам не из Киева. Откуда? Из Черкасс. И я 17 лет сам живу. И у меня основной доход уходит на квартиру, конечно. Ну, до того, как переехать, ну, задуматься о переезде в другой город, ну, я в Калининград же сейчас переезжать собираюсь, я, ну, просто копил. Мне не на что тратить. Я не курю, по вечеринкам не хожу, машины нету, квартира своя. То есть, ну, у меня, по сути, реально не на что тратить, кроме еды и коммуналки. И, ну, они у меня просто копятся. Все, я никуда не вкладываю, там, и так далее. Просто коплю, коплю, коплю. На самом деле просто, я не знаю, я никогда не задумывался об этом. Они просто уходят, ну, на какие-то там магазины, там, ну, какие-то скины купить. Ну, просто я вообще не считаю деньги, это плохо, наверное, очень. Я не умею считать деньги, и они у меня просто заканчиваются. Они приходят, так же уходят быстро. Недвижимость, машины, у тебя есть планы? Переехать в Калининград, и я хочу там купить квартиру, и впервые в жизни ее отремонтировать, чтобы она была прям великолепной. Ну, чтобы я приходил к дому, и он был красивый, и чтобы она внутри была красивая. Ну, прям с отдельным местом для стримов, где я могу там и стримить, и озвучивать видео, и так далее. Машина. Ну, я здесь покатался на мустангах и на BMW, но, мягко сказать, это, мне кажется, мимолетное желание. Я думаю, что через месяц оно пропадет. У меня есть права, типа, я умею водить, я знаю, ну, мне даже нравится, может быть, в чем-то автомобиле, но прям, чтобы водить, навряд ли, я, наверное, не буду покупать. Как бы, желание пройдет 100%, а я уже это проходил. Что я буду брать? Ну, сейчас пока не такая большая сумма, чтобы об этом думать, но в целом, в первую очередь, квартиру я хочу взять. Но у меня есть возможность, будет, точнее, возможность через год, там, благодаря, так сказать, другому делу, вот, благодаря семье, в общем, вот. И, наверное, возьму, надеюсь, возьму, надеюсь, все будет окей. А потом уже, там, о машине что, и как хочешь квартира в первую очередь? Желание есть, и есть машина. Ну, есть машина, да, ну, как, она отцовская, но, получается, так как родители, ну, отец сейчас не живет вместе со мной, а живет в другой стране, он, ну, он до сих пор семья, но в другой стране, вот. И машина, как бы, передалась мне на мои плечи, там, все, весь ремонт, все остальное. Такая? Старенькая машина, Deo Nexia, стоит в гараже, вот уже определенное время, пока я здесь. И, на самом деле, я лично не особый какой-то фанат квартир, всего остального. Я вот, мне нравится дом, потому что я сам живу в частном доме с самого детства, и только вот спустя несколько лет я понял вот прелесть этого. Ты выходишь на улицу, тебя никто не слушает, ты никого не видишь в этот момент, и ты просто гуляешь по зеленому месту, да, вот у себя в своем же дворе, и тебе это нравится, потому что ты просто вот наедине с собой. А не так, что вот ты выходишь на улицу и везде люди, кто-то ходит куда-то, кто-то там, не знаю, кричит на кого-то. Нет такого, что, знаешь, тебя по ночам будят от того, что кто-то на улице там заорал на кого-то другого, там, хочет палкой его ударить. Конечно, есть, конечно, свои прецеденты, там, стройки, еще что-то, но в довольно тихом районе такого нет. А машина, вот, скажем так, BMW не отказался об этом, не знаю, Tesla, все дела, там, ну, хочется машину, да, но на это тоже стоит заработать на самом деле сейчас. Вот так вот. Машины нет, ну, я не знаю, мне машины не нравятся, хотя вот в Tesla посидел я, что-то мне Tesla прям сильно понравилось. А просто машину, ну, просто мне не нужна, я никуда не езжу обычно. А насчет недвижимости, ну, хотелось бы в будущем, конечно, иметь свой домик какой-нибудь. Пока плана никаких нет. Но, конечно, было бы хорошо, потому что это все нужно. Вы здесь уже месяц. Расскажи, пожалуйста, какие у вас показатели, результаты за это время? Что вы вообще сделали? Ну, мы успели поиграть, во-первых, самое главное, против Тир-1 команд на праках. Хоть и не особо много, но все же получить вот этот опыт такого прям задротского КСа, чего у нас не было до этого. Второе, мы наконец-то доразобрали две карты, которые у нас были, ну, не особо ходовыми, вроде как рабочими, но все время не хватало времени на них. Это Ancient и Vertigo. Мы его вроде как доработали. О, рабочее место! Мышка. Да, G Pro Superlight. Мне очень нравится, у меня до этого была G Pro, которую я разбил благополучно пару дней назад. Поехал в магазин, купил новую. Мне предлагали, ну, просто G Pro. Я решил попробовать Superlight. Ну, разница есть. Мышка реально гораздо легче, но в целом прям какой-то супер-супер огромной разницы я, если честно, не чувствую на данный момент. Что та хорошая, что эта, но это просто чуть легче. Окей, клавиатура X3 5. Да. Какая-то? И сколько она стоит? Я не знаю, если честно. Прошлая была HyperX, я ее тоже разбил случайно, парочку раз ударил. K4. 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 Хорошая клавиатура, не знаю, сколько проживет. У меня ни одни девайсы своей смертью не умирают. Я думаю, то, что все зрители, которые это видео смотрят, я думаю, меня знают. И все понимают, что я разбиваю девайсы раз в полгода стабильно всегда. Неплохо. Да. Ну, единственное, что мне супер нравится, и что я не хочу менять этот ковер Zowie, это GSR SE. Это супер читерский ковер, это просто лучший ковер в мире, мне кажется. А что с ним так? Вот с ним все отлично, в этом и суть. Он почти не засирается, он всегда хорошо скользит, у него нет этих бортов тупых. Не знаю, это просто лучший ковер на земле, мне кажется. И по наушникам. А, это HyperX Cloud Mix. Их мне заслали, да. Но я их забыл, поэтому мне пришлось здесь себе купить. Ой-ой-ой. Такие же ехать, потом буду разыгрывать. Отлично. 25-46, 240 Гц. У всех 240. Ну, у нас здесь, да, у всех одинаковые. Ну, у нас у всех дома такие же стоят, поэтому. Но это, мне кажется, самый лучший, Моник. Лучше, наверное, не придумать. Хотя этот лучше, чем у меня дома, у меня 25-40 просто стоит. Скажи, пожалуйста, как в этом тренироваться, и почему не в CSGO тренировка? На самом деле, эта же игра, она просто разбивает именно механику, можно сказать. Моторику. Да, ну да, мелкую моторику рук. То есть, к примеру, ты там, например, выбираешь какой-то режим, и все, что тебе нужно, это попадать по мишенькам, которые появляются из ниоткуда. И это просто происходит быстро, и очень мало лишних, знаешь, факторов, которые на тебя просто давят, например. А та же самая CS, там просто есть вот эта карта с точечками и все остальное, но главный прикол в том, что там очень много всего другого. Там ножи какие-то, там, отдачи, что-то такого. А тебе хочется просто вот потенцировать ту же самую наводку, да? Слушай, я могу это использовать вообще как твою фишку. Окей, какая это игра? Это AIM Hero называется. AIM Hero. На стиме? Да. Я тебя услышал. По девайсам давай разберем у тебя что-то творится. Logitech слишком длинная клавиатура. Клавиатура это Logitech G815, проводная. Выиграл я ее вообще на украинском турнире, поэтому на ней и играют по факту. Просто, на самом деле, она мне показалась удобной из-за того, что это были очень, ну как, низкие свечи. Вот они здесь есть, да? Они очень низкие и в этом как раз и фишка. То есть обычно клавиатуры, у них ход идет слишком глубокий, можно сказать. И поэтому иногда не чувствуется отвлека от самой клавиатуры. Да, да, да. А здесь коричневые свечи, то есть это механика. Это не мембранная клавиатура, это механика. И в этом, ну, наверное, главная ее фишка. Мышка у тебя Zowie, проводная. Zowie FK2, да. Zowie FK2 с паракордом. Ты пробовал Logitech? ZG Pro и SuperLite, и обычную, но мне особо не понравилось, потому что сама мышка FK, вот она мне ложится просто в руку и я спокойно играю. А в G Pro у нее тут есть горб, который вот просто неудобен. То есть я ставлю руку и она как будто бы вот так вот висит. Да. Ну и просто неудобно, на самом деле. Ковер Хатор, я не помню, как он называется, Navi Nation. Взял его, потому что у меня ковры уходят как расходники, на самом деле, в последнее время. Я их меняю буквально там каждые два-три месяца, поэтому так. И по-наушескому у тебя HyperX Core? Cloud Core. Да, самые обычные Cloud Core с наклейками, чисто для того, чтобы... Боже, вы такие прекрасные, что у вас у всех разные девайсы, сейчас будем разбирать. А то я там был у Navi в последний раз, там у всех одно и тоже. Никита, я предлагаю тебе сесть. Никита, ты сработает оставил? Да, сработает. Можешь это надеть? Надеть. Так, Никита, я вижу Logitech, очень много Logitech. Да. Почему именно Logitech? Мне удобно в них просто. Хороший звук, микро для стрима, ну нормальный типа. Да. КС стримов, нормальный микро, то есть, конечно отдельно надо, но в принципе хороший. Мышка у меня Zowie, EC1B, вот мышка. Всегда мне играю, мне удобно. Да. Вот. Logitech Clava тоже хорошая, но единственно синие свечи, красные. А, вот как раз таки про те свечи, видишь какой глубокий. Они глубокие и звук. Громкие, да. Ну, в принципе нормальные. А, и мне не нравятся кресла, если честно. Варк, короче у меня дома Thunder стоит. Ну он подешевле, кстати, намного, мне кажется. И у него удобно что-нибудь. Ну тут может подушек нет, но у меня, короче, спина болит сидеть на этом кресле. Потому что как-то, ну я во-первых не очень неровно сижу, и у меня спина не прилегает. Я поэтому положил это покрывало, чтобы спина была более удобно мне было. Вот. А на Thunder у меня подушечка. Ну тут возможно ее просто убрали, но короче они без них привезли. Да. Жесть, короче. Так, расскажи про свои девайсы. О, наконец-то мышка суперлайс. Нет, это не суперлайс, это она тяжелая, да. Стойте, вот это ее шарик. Так, почему именно ложитек? Какая? Что? Что это с ней? Это что? Ты ее сломал? Нет. Это что, это ложитек? Нет, это обычный Клаус Алиэкспресс за 3000 рублей и три года. Она очень компактная. ЖК-61. ЖК-61. 3000 рублей? 3000 рублей. Наушники, ты думаешь, что они беспроводные, да? Они беспроводные. Что? 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 Они серьезные? Да. У Хайперых здесь беспроводные наушники? Cloud Mix. Нет, это Cloud 3. Беспроводные Cloud 3. Да ладно, я не знал про это, кошмар. Круто. Кресло тебе нравится? Нет, неудобные кресла. Так, Warp, я не понял, что вы делаете? К сожалению, неудобные. Ваши кресла людям не нравятся. Рассказываем про твои девайсы. HyperX. HyperX. Zowie Logitech. Почему такой разброс? Не знаю, привык, так играл всю жизнь. Мышки всегда были Zowie. Ну, кстати, это новая мышь у меня, я всю жизнь играл на ЕЦ. Сейчас решил попробовать FK, мне нравится пока что. Не знаю. Ковер хороший, хоть он и грязный у меня визуально. Никита, грязный ковер у человека. Штраф. Штраф и штраф это сердечко. Окей, у вас игра через 8 минут тренировка. О, а это что, баня? Это баня. Я уверен, что здесь не… А так она не рабочая, правильно? Да. Серьезно? Вы еще и вздеваетесь? Вы тут чилите реально? Мы еще ни разу не чилите. Это вообще надо бы. Это билдинг. А вы ни разу не были здесь? Нет. Ни разу. Столько бесполезных здесь клонов, где вы просто не бываете. Да. Какое-то хобби помимо КС? Ну, прям, чтобы хобби нет. Такое увлечение там, чтобы расслабиться, возможно, аниме посмотреть, выйти на прогулку с друзьями. Ну, не всегда это получается из-за нашего рода деятельности. Ну, футбол. За футболом слежу. Вот, типа, раньше играл. Ну, часто, знаешь, в КСе очень многие в футбол играли, либо там следили, и потом они в КС уходили. Как-то смежные дисциплины. Вот. Сейчас слежу за футболом, там, на матчи иногда хожу, езжу, там, на местные, там, слежу и так далее, в принципе. Ну, и… Ну, и стриминг мне нравится, типа, стримить. Я знаю многих стримеров, знал многих стримеров, ну, не лично, а так вот, до всей там, популярности. То есть, я знал, например, я помню, Вилона, когда у него 100 зрителей было, я помню, у меня даже с переписка с бустером, до вообще всего этого, до всего, как он стал популярным, до того, как он начинал, типа, он в КС же играл, и, типа, я пересекался просто, вот. Ну, и тебя же, ты, я же тебе говорил, тоже я тебя знал, когда вот беседки КС Гоу. То есть, я многих как-то случайно пересекался, потом они выстреливали, ну, вот, и мне интересно. Это 14-й год, 15-й? 15-й, да, наверное, то есть, 15-й год. Ну, я просто сидел на Твиче, типа, смотрел там, и мне было интересно, вот. А ты меня знал как ютубера или как человека? Как ютубера, наверное. Ну, я знал, ты там, кидал что-то, ссылки какие-то, там, пиарился и так далее. Потом заходил на стрим, я помню, ты в Грузии еще там. Хобби? Нет. У тебя сейчас на постоянке КС? Угу. Пока хобби никакого нет. Твои вредные привычки? Из вредных привычек, на самом деле, особо ничего и нету. То есть, я не пью, не курю, это осталось еще с баскетбола. Я занимался, ну, как, относительно профессионально, можно сказать, полупрофессиональным баскетболом. И меня тренер тогда еще отмуштровал, никаких сигарет, никакого алкоголя, но не так, чтобы он меня там бил как-то там или заставлял. Вот он говорил, что от этого тебе не станет ни капли лучше, а время, на которое ты потратил на сигареты, ты можешь потратить на тренировку, там, то есть, таковой роде. И после этого особо, ну, вот, никаких вредных привычек у меня нет. Курение. И все. Ты пьешь? Нет. Почти нет. Ну, супер редко когда-то. Считаю, что нет. К вредным привычкам бы я отнес вредную еду, использование всяких одноразок, то есть, это как курение и, ну, в основном, и отсутствие спорта, да. Их нет. Ну, физически? Да. Нет. Кроме тильта ничего нет. Нет. Насколько процентов буткемп оправдал твои ожидания по импакту, который он принес в команду? Процентов, наверное, я немного ожидал. Думаю, то, что я ожидал, пока что процентов 50, пока что. В целом, буткемп такой больше, ну, непрофессиональный точно, это, как бы, я думаю, многие скажут. И больше он какой-то, ну, как Алекс сказал для Олега, может быть, даже медийный какой-то контент поснять, там, ролики засетиться еще. Потому что, если делать вот прямо такой профессиональный, ну, буткемп, нужно, наверное, мне кажется, во-первых, нанять человека, менеджера, который займется этим всем. То есть, мы, как и все, думаю, скажут, занимались сами большинством, там, аренду дома, еда, вот эти всякие пропуска, компьютеры. Нужен один человек, который всем занимается, и прям все, чтобы сидели, меньше стримили, потому что у нас расписание очень жестко зависит от Олега стримов. То есть, он игрок команды, как бы, он не CEO, там, как в других, знаешь, медийных командах, он игрок, и, типа, если он стримит, ну, мы не можем тренироваться. Ну, то есть, должны, ну, индивидуально максимум, что можем потрениться. И вот, наверное, пока что 50%, надеюсь, будет, ну, следующий буткемп будет, он, по идее, по контракту он написан, кстати, такой инсайт, но, в целом, я думаю, он будет. Может, не знаю, когда, может, через год, может, через полгода, не знаю, как пойдет, короче, ну, через год, наверное. И уже отталкиваясь от этого, там должен быть намного лучше, то есть, он должен быть прям профессиональный. Не в плане условий, а в плане импакта, вот. Олег, какие ты можешь сказать минусы буткемпа, какие у тебя тут были ошибки, чтобы другие команды, начинающие бы поняли бы это, этого бы не повторяли? Очень дорого, критически дорого. Больше, больше миллиона за три месяца сто процентов уходит. Если, ну, если так подумать, то можно, конечно, уложиться было бы в несколько раз дешевле. Раза в два с половиной точно, если арендовать квартиру, если более спартанские условия, где будут человек жить по двое в комнате, а не так, что каждый в отдельном месте. У тебя был выбор? У тебя был выбор, выбрать другой дом, где будет все бюджетнее? Не, у нас бюджет был в любом случае две тысячи долларов, поэтому мы рассматриваем только его. Ну, это же все-таки париматч, все выделяет средства. Но вообще, в теории, мне хотелось сделать первый буткемп, который будет, ну, типа, больше для меня, наверное, даже, как для ютубера, как для блогера, чтобы показать то, что, ну, типа, красивую обертку. По факту, такие прям суперусловия, они нужны только, мне кажется, тир-один командам, где есть вот прям реально повар, где есть менеджер и прочее. Для, ну, грубо говоря, обычной команды, которая сама всем занимается, ну, мы сами себе готовим, мы все сами убираем, ну, типа, все мелочи делаем сами. Ну, наверное, не надо такое. Вот прям такие условия, они не нужны, это уже перебор. То есть квартиры бы хватило? Это просто для контента? Ну, да. Четырехкомнатные квартиры хватило бы сто процентов с запасом. Это было бы в бюджет одной только аренды этого дома без учета еды мы бы смогли снимать не месяц, а два месяца квартиры. И плюс еще какую-то сумму могли бы вложить в еду, в ту же самую. Так что так. У тебя смешные чели в команде. Париматч. Кстати, кстати, я это сказал на первой встрече, каждый тиммейт твоей команды как-то отличается, и они очень классные, реально классные, харизматичные. И даже если у тебя, у них не получится в этой шуткоманде, я прям уверен, что они как игроки отдельные смогут пробиться. Не знаю, прям чуйка такая. Ну, это факт. Как минимум три человечка здесь есть, которые прям сто процентов могут пробиться куда захотят, просто куда захотят. А одного человечка я от себя никогда, наверное, больше не отпущу. Он в очках. В очках? Тебе очень нравится он? Да. А чем он хорош? Ну, мы же с ним начинали. Да. Это человек с первых отборов. Сколько уже? Сколько прошло времени? Полтора года где-то. Почти два года скоро будет, как он со мной. У него было много возможностей уйти, очень много. Так, а ну-ка, а ну-ка, подожди, Никита, вернись. Ты серьезно? Да нет, конечно. Флаймер, ты спрос, спирит меня не написали? Да нет, на самом деле там написали организации, ну типа Тир-3 уровни какие-то. Но их уже даже нет. Но ты сказал Олегу, что это будет Тир-1 команда, да? Нет, не говорите. Да нет, если бы были результаты, но у нас семи результатов нету. Да. Поэтому такие обычные. Если бы тебе написали Тим Спирит, дружище у нас уходит Гвардиан, ты пошел бы? Гвардиан? Гвардиан? У меня тут уже не было, я бы сразу шел. Да, так бы легко не забрали, но он на контракте. А, смотри, вот ты ходит. Я теперь стою, я как кран. Да, тебя хотят продать. Олег, сколько? Олег, к тебе приходит Тир-1 команда и говорит, я хочу забрать Никиту. Сколько? В контракте прописано 25 тысяч долларов. Каждый игрок? На данном этапе это оверпрайс лютый, мне кажется. Хотя, с учетом того, что они получили медийку какую-никакую, ну, Никита с Мишей, они вроде ведут хорошо свои соцсети. Расскажи, пожалуйста, кто самый перспективный игрок? Ну, я уже высказывал, типа, у нас команда реально разная, но крутая очень химия получается. Ну, юмора, вот я говорил уже пацанам, если бы мы играли так, как мы шутим, то мы бы уже давно были на уровне гамбитов плюс-минус. То есть у нас качество крутое. То есть вы клоуны? Чувство юмора, да. Чувство юмора точно. В плане скила, но здесь, я бы сказал, самый большой минус у всех, это психология. То есть у нас, по примеру Олежки, скажем так, есть такая тенденция у пацанов типа нестабильность. Ну, то есть мы от хорошего настроения до плохого, это вот так вот. И вот, кстати, в чем преимущество буткемпа, я сравниваю с онлайном. На буткемпе с тильтом справиться вообще проще простого. То есть все рядом, типа, даже поговорить. У нас там, мы можем проиграть игру, буквально там полчаса первые, да, есть вот последствия такие неприятные, а потом уже там шутки тронят, накурилочки туда-сюда. То есть, ну, быстро как-то справляться вообще проще простого. Подожди, еще один туалет. Я за него не отвечаю, я тоже. Никита опять не отвечаю. Что это, я думал, это кровь. Человек, твои ребята. Это вообще, я чуть не верю, я раковину сняли? Нет. Я сюда не захожу, это ужас. Посмотри на раковину, я не знаю, как может так быть раковину. Я ей не пользовался ни разу. Биздец. Никита, я уже защищен. Я ей вообще не захожу в туалет, я тебе сейчас зашел. Да, Никита, Никита. За кем сидишь на пружс-сцене, кто выполняет твою роль? Интерс. Мне нравится. Человек максимально простой, от него никогда нету каких-то жестких хайлайтов, он играет самые, так сказать, дальние роли и при всем при этом справляется отлично, играет в лучшей команде, грубо говоря. Мне кажется, что это идеальный пример того, что человек, ну, что в КСе команда важнее, чем просто там человек, который в каждой игре бьет 40 и при этом при всем при... все равно проигрывает игры. Так что Интерс, да, Интерс мне нравится. Ну, Нафаня, сейчас Нафаня, вот слежу последний год, ну, последний, меньше даже, но я вот тоже, опять же, его знал до того, как там они играли, я помню, Team 7, потом Fluffy Gunsters, их мошнили за читы, я сам думал, что они читеры, я думал, Широ, вот это единственный чел, я обычно никогда не думаю, что человек с читом играет, но Широ всегда считали, что он там читер раньше, вот, я думал, да, 100%, я помню, Джейм говорил, что Широ читер, я думаю, все, нет, он точно с читом играет, это нечестный игрок, я вот ДМ-ки смотрел, думаю, они играли тогда, по-моему, DC Main, я смотрю, короче, думаю, не, это 100%, ну, не может так чел угадывать все, вот, и, ну, и параллельно я видел Нафаня, они вместе просто, они друзья, типа, играют, но я стал за Нафаней следить, и вот, когда уже в гамбитах выстрел, я прям за Нафаней слежу, мне нравится его плейстайл агрессивный, ну, как капитана тоже хороший, вот, за ним слежу. Вот на самом деле, девайс, да, вот, я, ну, это на самом деле было очень странно, потому что изначально, в самом-самом начале, это был мой любимейший игрок, вот прям, я следил за ним еще, когда он играл в Дигнитас, потом они стали ТСМ-ами, там, еще они менялись, менялись, я следил за ним все это время, да, и мне очень нравился его стиль, то есть он очень стабильный, вот, у него нет такого, знаешь, как вот, к примеру, возьмем того же самого Серка из Evil Geniuses, да, вот человек, он хороший снайпер, хороший, у него механика, все такое, но он люто нестабильный, вот, у него бывают игры, где он может набить 40, а есть игры, в которых он набит 10. У девайса, вот он, блин, он каждый раз играет, вот, хорошо, вот, нет, ну, у него есть хорошо и отлично, у него нет, ну, есть, конечно, знаешь, когда плохо, но оно все равно к концу игры сравняется к хорошо. Так же самое мне очень сильно сейчас импонирует вот игрок Гамбитов Широ, потому что вот он примерно сейчас со мной одного возраста, у нас, я уверен, что у нас примерно одинаковые цели вообще на КС, на жизнь, там, такого рода, и мне очень нравится, как он двигается, именно передвигается, как он механически себя показывает и все в этом роде. Ну и, конечно же, мой отец, ну, как, соотечественник Саша Симпл. Вот Симпл, человек, который во всех аспектах просто, вот, ты смотришь за ним, просто нереальная игра и все в таком роде, но в его игре можно найти, знаешь, часть, которую вот ты складываешь для себя из игры, когда вот уровень на уровень накладывается, то есть, да, ты смотришь за Широ, потом смотришь за Симплом на этих же позициях, и видно, как, знаешь, типа, человек чуть-чуть немножко по-другому действует, да, и прочувствуется логика. Вот логика, прочувствуется отличие между снайпером вот прям, не знаю, какой-то там нереальной какой-то сцены, вот, и тир-один снайпер. Вот Широ и Симпл, к примеру. То есть чувствуется, что Симпл выше? Ну, чувствуется, да, что он, именно, знаешь, на своем скиле, именно вот на скиле, он просто обыгрывает их. То есть понимание у всех, на самом деле, вот стрельба даже, вот не понимание, стрельба у всех примерно одинаковая на тир-один сцене, а вот понимание, оно всегда вот варьируется. И вот если ты вот сравнишь, Широ, он приближен, да, Широ отличный снайпер, но Симпл, он во всех аспектах просто. И стрельба, как вот, и как рифлер, и как снайпер, вот у него просто есть такое, что, ну, кажется, что он просто не от земли этой. Вот многие так говорят, но все равно, я не считаю его эталоном, для меня эталон все равно девайс и Широ, вот я так скажу. Вот такое. О, я слежу на самом деле больше всего за игроками Хироик и Фури, потому что мне нравится их уверенность в себе. Мне прям кайфово за ними смотреть очень сильно. А за каким игроком? За Винни и за, мне очень сильно нравится игрок из Хироик, Рефреш. На моей же роли не слежу, я слежу за Зайву, вот только за ними слежу. Его демки очень люблю встретить. Прям сильно нравится его стиль игры, вот понимание и мувеменс, все. Прям все-все нравится, как он делает. Какая твоя главная цель на ближайший год? Импровнуться как игрок, стать лучше, пофиксить свои проблемы какие-то и, ну, повысить скилл, короче. На ближайший год я бы хотел добиться чего-то с командой, чтобы мы вышли уже наконец-то, ну, на ХЛТВ. Но я думаю, это не за горами, это там вопрос вообще времени реально уже скоро, вот. И, наверное, хотел бы развиться как игрок в Counter-Strike, то есть как капитан стал сильнее, потому что, опять же, не думаю, что там прям суперсильный капитан, есть куда совершенствовать вообще 100%. И, может быть, как медиа какой-то тоже чувак, медийность как-то в плане, ну, прокачать просто. Ну, это надо тоже уделить времени, потому что мало времени уделяет, ну, в целом, не сильно об этом заботишься, но при этом хочу, то есть такой продокс. На ближайший год, я могу сказать, вот на ближайший месяц, как минимум, это пройти на ХЛТВ вместе с командой, вместе с Insilio, и, если понадобится, протащить их хоть на своих плечах. Вот прям очень хочется, потому что это не просто результат, это просто не будет результат, там, тренировок, там, еще чего-то. Это также будет и подъем смысле, как команды. То есть у нас будет больше возможностей, как по-другому тренироваться, будет больше возможностей ко всему прочему, и это поднимет нас, ну, даже в своих собственных глазах. Потому что сейчас кажется, как будто бы, вот, ну, нету ХЛТВ, нету результата, кто вы такие. Ну, и многие так и говорят сейчас. На ближайший год развиваться во всех сферах, не только в КЛС, но и личные скиллы поднимать, помимо игры. Сделать так, чтобы обеспечить им условия для того, чтобы они смогли стать завсегдатами на ХЛТВ, хотя бы даже на самом нижнем уровне. Организовать для них еще, как минимум, за год два буткемпа, ну, наверное, уже только в России, и не с таким размахом, попроще где-нибудь в квартирах, условно, там, в Питере, в том же Калининграде, еще где-нибудь, в Москве, может. А личные цели, личные тоже надо? А в 0,3 тысячи элла? Ну, сфокусироваться именно на стримах, потому что я понимаю, что если я буду чуть-чуть подобрее, буквально в самую малость, и не так пурно реагировать на какие-то поражения, неудачи, то смотреть меня будет, ну, реально приятно. И, как следствие, если у меня будет расти условный онлайн на Твиче, просмотры на Ютубе, то для команды это будет, ну, гораздо лучше. Я смогу гарантировать им какие-то, как это называется? Единую цифру. Ну, просто я смогу давать им гарантию того, что я их не брошу, условно, чтобы не случилось так, что, ребята, все, извините, я не могу вас больше тянуть, типа, давайте сами свободное плавание. Вообще на первом месте у меня именно команда, чтобы у них все было четко, вот, да. Смотрим, как они сейчас будут играть. Против команды МЗП. Норвежские какие-то самые. Норвежские очень серьезные игроки, они вроде на уровне Фнатик. Пацаны, я еще разъебу. Пришла еще 7 фрагов, конца игры. 7-25. Не, выродови 8 будет уже хорошо. Все, ножи, погнали. Потапа 6. Хорош. Короче, как договаривались, 3б потяни буст, окей? 3б потяни буст. Я даю флешку, даже если у меня распа на буст, пофигу. Я не вижу никого пока что-то... Еще два. Трое, трое. Бенч убил? Еще право. Гот задаю, гот задаю. Мидл еще четверо, четверо, я слипался, у меня одно хп. Тихо, тихо. Флеш, я пикаю здесь. Эка, блядь, хорош пацаны. Они просто решили слиться, блядь. Смог окна дали. Звонили, медл опять сплит дали смог. Зика ждайте, зика ждайте. Шорт, шорт, шорт. Шорт два, два еще мид. Нажим, флеш. Закрыто, бдом, это б сплит 100 раз. Я жду зиг. Молин зиг, да, да. Аккуратно бил, разомнился. Скорее всего, бда ушли. Я джангл дал, возможно, джангл идти. Фон, фон убил, фон. Фон, фон. Зиг без баллов, помочь. Убил. Буст даю. Гоу ебашится жестко. У них один А где-то, их трое на Б сейчас. Са стреляет. Я пойду третий зиг сейчас. Гоу я третий зиг сыграю. Мид не вижу никого, барни. Топ мин дали. Мид никто не входил, барни. Фейкову просто дали. Смотрю олев, возьми меня лучше вправо. Зиг. Потом еще красный. Потом, не пикай, барни. Эдвард, убил дефти? Хорош. Найс, пацаки. Бля, дай коллаж забрать, мне неудобно 5 нитов. Забил один чел, я его заряжу сейчас. Бабки зафармлю, ссори, блядь. 50 хп на стуле с бомбой. Зарез забыл сейчас. Откана. Бомбой убил, еще б. Бомбой б. Потом еще убил. А, патик, патик. Зиг убил. Не видишь чего? Андер, можно? А вот. Тихо, тихо, пропустите их, выпустите. У меня пикнул. По лавочке. На коврах, мужик с авиком. Парни, они такие типы, если вы, короче, бутом не видите, они не вернутся бутом. Это типы прямолинейные. Если не будет бутом, просто ушли, все, сразу стакнули. Похуй, вообще. А, их убил. Коврах один. Коврах их. Лавочка, фигмотит. Бомбу там, блин. Да, был, коврах. Убил. У нас лапки. Все хоро. Коврах. Коврах. Хорош! Очень жестко. Игорь. Убил. 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 Короче, парни, сделаем сейчас фейз-раунд. Только не торопитесь играть по да. Наши демки смотрели, будут знать этот пистол. Мы сделаем фейз-раунд пистолетки. Но подождите, пока Игорь распикает Зиг, и я распикаю бутом, окей? Не торопитесь играть. Миша, не торопитесь играть там в окне. Фейз-раунд. Фейз-раунд. Когда вы в окно буститесь, понял? Убил. Вот этот. Убил и быстренько хатбизим, блядь. Пойдем хау. Пога-пога. Хорош, Сайд. Пога-пога. Хватит. Каждый мужик хоть. Альвард. И еще, дофел, дофел. Да нет, я таких, бляди, ем на завтра. Парни, сейчас голом бэдов, сделаем под б. Только три мидлю стратанем и пройдем в Зиг. Короче, по сплит. Три плюс два, окей? Ладар. Пришли вся в топ. Эта блеснак. По бою. Вы там? Я добил. Шерт у вас. Хорош. Я скатаюсь. Хорош. Хорошая. Ты просишь его от пика? Эдвард. На боконе. Эдвард. Эдвард убил. За ботом. Убил. Сори. Здорово. Ёх ты! Калашов, блядь. Ну давай. Насколько сложно играть с трачелом в команде? Насколько? Я ожидал такой вопрос, но я не думал, как отвечать. Знаешь, как бы Дудя готовит отвечать, типа. Насколько сложно играть? Ну, я привык, типа, полтора года играю. Но вообще, вот в целом, не знаю, как оценить. Ну, сложно. Сложно играть, потому что человек, ему тяжело контролировать свои эмоции. То есть вот, типа, пытаясь там психологию как-то изучать чуть-чуть, у него есть такое понятие такое, эмоциональный интеллект. Вот. Когда, то есть, ты контролируешь эмоции, ты понимаешь, какую эмоцию давать, какую там блокировать и так далее. И вот у него вообще это не развито. Он это даже не хочет изучать. То есть я ему там писал, расписывал раньше. Сейчас мне уже пофигу стало. Я понимаю, что не помочь. Нужен специалист в этом плане. Я ему, ну, так говорю, типа, изучи, посмотри. Ну, он как бы считает, как это игрушка, что ли. В целом, тяжело из-за того, что эмоции. То есть в команде он меньше, конечно, рейджа, чем на стриме. Намного меньше. То есть даже люди не могут представить, там, раз в десять меньше. Но бывает именно, что там поражение как-то повлияет. И в игре влияет. То есть если у него не идет игра, у него ничего не получается, он прям все. То есть он уже не сможет никого убить. А нужно, ну, тем более, как бы, все равно возраст. Человек опытный в жизни. Он должен себя контролировать. У него 18 лет. Вот. Поэтому тяжело с этим. Тяжело. Очень многие скажут, вот, абсолютно. Которые, там, смотрят его твич, смотрят видеоролики, что Олег лютый токсик. Что, там, вот, с ним невозможно играть такого рода. Но я лично скажу, что, вот, Рэйчел, как по себе, как человек, вот, он может быть примером для многих. Потому что он, как человек именно, то есть, показывает себя с хороших сторон почти что везде. То есть по отношению к кому-то, по общению с кем-то, там, такого рода. А во время игры очень многое складывается на его психологию и на то, как он вот себя ведет. Во время матчей с командой он не позволяет себе вот этой, знаешь, агрессии к кому-либо. Ну, из команды. У нас нет в команде такого, что, знаешь, кто-то на кого-то как бы канет, так сразу, знаешь, все заткнутся. У нас нет такого просто. И Олег не исключение к этому. Он никогда, ну, он не кричал вот ни разу. Вот с командой. Ну, то есть кричал, но не на команду. Возможно, что-то такое есть. На команду, когда он что-то и говорит, то это бывают какие-то шутки, знаешь, типа там кого-то там послать куда-то, там, знаешь, кому-то грызнуться. Но это всегда видно, что это шутка. Вот всегда это видно. А сложности в этом я не вижу. Единственное, что мне очень нравится, как он сам себя загоняет в роли того, что он слабый Олежа. Ну, мне это лично, вот мне это не импонирует. Вот именно слабости, вот то, что он хочет показаться слабым. Потому что мне кажется, что он, ну, у него есть перспективы для того, чтобы расти дальше. Как игрок и как ютубер? Как с игроком или как с человеком? С игроком и как с человеком, это все. В игре он и игрок, и человек. Да не сложно. Ну, у нас мы на Банане вместе стояли раньше на Инферно. Чуть тяжело-то было, но потом мы нарабатывали, и нормально. Да не сильно тяжело. Единственное, ну, тяжело, когда он тильтует, и ты с этим, ну, прям сильно, когда он начинает гореть, там его уже не остановить. Прям вообще, ну, сильно заводится. А так, в принципе, нормально. На самом деле с Олегом не сложно играть. Потому что то, что вы видите на стримах, не происходит в команде. То есть он не горит, ничего. И бывает даже такое, что меня Олег мотивирует. То есть, когда он говорит какие-то плохие вещи о себе, мне это, на самом деле, противно слушать. Потому что я понимаю, что это не так, и он сам загоняется. Ну, а так я не сказал бы, что с ним сложно играть. Он даже в какой-то степени меня мотивирует. Потому что я понимаю, что мне нужно больше работать, чтобы ему было проще. Ты видишь будущее, играя в команде с Рейшлом? Да. Ну, вот Олег, как я понял, он не видит этого. А я лично уже пытаюсь вот на протяжении полгода заставить его понять то, что, ну, он может. Ну, он правда может. Ему просто нужно как минимум поверить в себя. Потому что у него стрельба на хорошем уровне. И ему нужно только начать понимать то, что он как раз таки и делает. А он просто не может этого из-за того, что у него есть барьер того, что он слабый. Ему кажется, что он слабее остальных. Вот и все. Есть там куда расти, но, типа, потолок есть какой-то. Ну, сам Олег тоже считает то, что, типа, есть какой-то предел, и, ну, дальше надо будет или менять что-то, или... Будущее определенно есть. Но Олегу нужно много работать. Если он хочет видеть будущее у меня и вообще у команды. В пятером. Именно в пятером. Насколько ты видишь будущее, играя в этом составе как игрок? Нулевое. У команды нулевое абсолютно. Это все понимают. Это видео уже выйдет после моего. Я там закинул же удочку сто процентов уже. Я знаю, что я ее закинул. Именно со мной в составе у них нет шансов. Их потолок — это на какой-то квалификации, на которой там всех топов выбьют. Ну, каких-нибудь вот этих задротов, которые завсегда-то на ХЛТВ через открытые квалы. Если сильно повезет с сеткой, да, и так далее, то выйти на какие-нибудь квалификациях на ХЛТВ на одну игру, ну, там, одно Best of 3 — это максимум. На этом заканчивается ролик. Под Кемпенсили. Я ожидаю от тебя новостей о том, что каждый игрок, либо чудом эта команда пробирается вперед. То, что каждый соло-игрок чего-то добьется, я уверен в этом. Но если они все это в пятером в одной команде сидят, это будет просто самым лучшим твоим подарком, наверное. Сто процентов сделают, я прям уверен. Уверен на сто процентов. Это вот единственное, в чем я уверен, прям гарантированно, что у них будет все хорошо. Как у сольных игроков? Нет, как у команды. Именно как у команды. Я действительно думаю, что получится сделать так, чтобы, ну, вот этот тег Инсилио, он стал не просто там, типа, ага, чел там с Ютуба что-то сделал, а прям реально они своими силами дошли, ну, до приличного уровня, чтобы ребята просто могли отсмотреть весь путь от начала до конца, чисто, ну, просто по роликам о команде. Это сто процентов. Спасибо. Это было классно. Ребят, следите за Инсилио. Сейчас на Ютубе, а скоро на ШЛТВ. Да. Красиво? Красиво. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова